Вот такая моталка. Чем она удобная, что вы работаете на машине, берете шпульку, ставите, включаете, заматываете нитку. И пока вы работаете, моталка у вас наматывает нитку. Когда нитка намоталась, она мотается до тех пор, пока не отключится. Вот эта часть, это отключает моталку. Вот так вот включается, и нитка здесь наполняется, наполняется, и вот эта часть поднимается, и она отскакивает. Моталка намоталась. Здесь мы можем регулировать, вот два винта, можем регулировать полноту намотки нашей нитки. Значит, шпулька для такой моталки должна быть обязательно вот здесь вот с прорезью. Ну и шпулька, конечно, родная к 862 классу челноку. Она здесь с прорезью. Но дело в том, что здесь вот стоят пружины. Фиксаторы стоят пружины. И эта пружинка попадает вот в это отверстие и фиксирует шпулька. Шпулька крутится. Соответственно, если пружина поломается, то шпулька будет просто прокручиваться на валу. И ей нечем будет фиксироваться. Ну вот, обычно, когда ломались пружинки, мы их меняли. Пружинку можно сделать самостоятельно. Из тонкой столистой проволоки. Это примерно такая же проволока, как вот стоит на тарелочке компенсационной пружины. Вот можно делать из нее. Если нет такой пружинки, то можно просто сюда сделать вот такую вставку с тонкого металла, с жестянки. И будет вот так вот заходить. В другом случае шпулька не зайдет. А именно в этом подогнать ее вот так вот. Она шпулька вставляется. Чтобы она свободно вставлялась. Но в то же время не прокручивалась. Вот здесь вот буквально миллиметр. Этот металл, который я вставил, должен выходить выше за валик. И подгоняете так, чтобы он туда вставился. И вот здесь вот, чтобы туда стал плотно. И вот здесь вот я брал и подпаивал немного оловом. Прихватил, чтобы у нас эта пластина не вылетала. Вот и все. Теперь шпулька вставляется очень даже хорошо. Это надежно, надолго. Пружинки могут лопаться. В этой моталке выработалась шестеренка. Посмотрите, в каком она состоянии. И вот шестеренка новая. Здесь зубцы уже съелись. Эта шестерня, которая крутит моталку, она стоит на главном валу под индикатором качания масла. Значит, заменим эту шестерню. Ну и я покажу, что здесь вообще находится внутри. Вкручиваю винт. Снимаю эту шестерню. Эту шестерню можно выбросить уже. Она никуда не сгодится. Здесь вот стоит пружина. Здесь вот стоит шпилька. Вытаскиваем. Теперь стоит здесь шайба. Стоит стопорное кольцо, которое мы берем вот так вот отверткой. Цепляем и снимаем. Теперь берем, вытягиваем вот этот весь механизм. Здесь у нас вот валик. И он, видите, вращается. И он здесь очень туго вращается, так как здесь уже никогда не смазывалось, не делалась профилактика. И он туго слишком крутится. Из-за этого могло съесть и шестерню. Значит, это мы сейчас все прочистим, промоем. Вот эта часть, она должна выходить с этого зацепления валика. Это мы разберем. Вот здесь вот такая пружина тоже стоит. Вот эта часть, она у нас снимается. Ну, все. И здесь вот стоит направляющая шпилька. В эту шпильку заходит вот эта часть бочонок. Этот бочонок, он фиксируется, чтобы он не прокручивался. Он стоит, как втулочка здесь. И это должно, конечно, все двигаться легко. Не попутайте пружину. Пружина внутренняя, она немного поменьше. А пружина с задней части, она немного подлиннее. И вот эта часть, я вам говорил, это берется здесь на маленьких винтах. Отпускаете. Один винт, второй винт. И вот здесь по направляющим регулируете выше, ниже. Это чтобы моталка отключалась своевременно. Не перематывала нитку. Ну, и чтобы шпулька была полная, полноту шпульки регулируете. И тогда затягиваете вот эти винты. Вот такой механизм моталки. Сейчас я это все промою, прочищу. И все соберем. Еще обратите внимание, если у вас не вытаскивается вот этот валик, значит не нужно его сильно бить. Потому что вы позадираете, сделаете заусеницы, и он будет плохо работать. Возьмите надфиль, желательно алмазный. И вот эту вот часть, вот эту, здесь отверстие прорезано под шайбу, вот эту. И возьмите надфильком, возьмите вот так вот пройдитесь краешек. Здесь просто металл получился, завальцевался. И он просто через вот эту втулку, он не выйдет. Значит его нужно немного вот таким манером подточить. Вот видите, и у нас уже раз и туго еще выходит. Значит нужно еще немножко. И вот здесь вот, где стояла шпилька, здесь тоже нужно снять. Вот так вот. И вот так вот. Здесь вот тоже может где-то заусеницы, может налет какой-то получился. И здесь можно тоже вот так вот, только алмазным надфильм пройтись. Ну и вот что получается. Вот видите, я раз и он легко снялся. Все. Теперь все это прочищаем, промываем. Вот здесь вот у нас отверстие сквозное. Здесь тоже нужно убрать мусор, прочистить его. Здесь можно все промыть керосином, бензином. В общем, нам всю эту грязь нужно удалить. Все это промываем, чтобы у нас моталка работала легко и хорошо. Ну и теперь собираем. Берем, ставим вот этот отбрасыватель. Берем наши маленькие винтики. Также отвертку намагничиваем на магните, чтобы у нас винт вот так вот взялся. Здесь шайбочки стоят. Работа здесь тонкая и нужно быть предельно внимательным. Так вот беру и попадаем. И подтягиваем. Ставим где-то на серединку. А дальше уже посмотрим, как у нас будет отбрасывать нитку. Также и второй винт. Так вот попадаем сюда. Сюда. Вот. Есть. Так, подтянули, выровняли. Ну и приступаем к сборке. Берем, смазываем валик. Ставим. Смотрим, чтобы он у нас крутился здесь легко. Вот так вот. Теперь берем, ставим вот так вот. Палец у нас идет, вот этот направляющий он снизу. Вставляем так вот. Ставим сюда пружину. Мы ее заталкиваем туда и ставим вот здесь вот, на вот этот палец. Она фиксируется. Пружина. Теперь вот этот направляющий ставим вниз на пальчик. А вверх вот сюда вставляем и одеваем. Вот так вот. Закрываем. И вот у нас что получилось. У нас зашла здесь заподлицо втулка. И валик крутится. Берем теперь с обратной стороны. Вставляем шайбу в фиксатор. Берем вот так вот отверткой. Защелкнули. Вот. Теперь он у нас уже не выскочит валик. Вот. И внутренняя пружина, если вот поднимается вот эта пластина, внутренняя пружина выталкивает валик вперед. Так. Здесь мы тоже капнем масло. Смазывать моталку можно вот с этой стороны. Есть отверстие. Вот так вот. Пару капель капнули. И нормально. Много здесь не нужно. Сюда нам нужно еще поставить вот эту шайбу. Тоже сюда. Нужно маслечко капнуть. Ставим теперь вот эту нашу шпильку. Теперь ставим пружину. Пружина должна заходить вот так вот до конца. И теперь вот сюда мы должны вставить нашу шестерню, чтобы она попала как раз на нашу шпильку. А пружина должна вот здесь вот специальная прорезь идет по диаметру. Пружина должна сесть именно сюда. Так вот направляем и попадаем. Вот. Теперь здесь затягиваю винтом и затягиваю хорошо. Вот так вот. Теперь мы проверяем. Нажали. У нас зафиксировалась пластина вот эта. и если я приподнимаю вот эту она у меня отщелкивается. Ну еще вот чтобы выставить нам отбрасыватель мы берем вот так вот вверх поднимаем 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 отбрасыватель и смотрим вот у нас уже видите вот эта часть она выходит за шпульку она еще не отбросилась. Значит в этот момент должна отброситься чтобы нитка была намотана чуть-чуть меньше нашего диска шпульки. Значит вот этот вот вот эту вот часть нам нужно опустить чуть вниз чтобы моталка у нас раньше отбрасывала. Откручиваю здесь винты и буквально чуть-чуть опускаю ниже моталку смотрим вот еще вот у нас выходит 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 раз и сбросила. Ну вот где-то так. Это нам уже будет видно по намотке ниток. Значит пока оставляем так затягиваем ну еще один момент вот эта шестерня она должна пружинить это сделано для того когда вы вставите к этой шестерне она ее немного подожмет и еще на оборотах эту шестерню включать нельзя сначала включить моталку а потом только работать так как если при работающей машине ее включать то зубья здесь металлическая шестерня стоит а здесь пластик и соответственно при оборотах если включать моталку то зубчики эти сработаются теперь будем устанавливать моталку отверстие специально здесь оно заклеено было но вот здесь стоит моталка я вырезал теперь нам нужно найти шестерню откручиваем вот этот винт так приподнимаем и вот у нас здесь вот есть шестерня вот она ее убрали просто напросто убрали так прокручиваем шкив на второй винт берем ставим моталку ровно ставим и подводим и подводим вот сюда к шестерне так винт немного выкручиваем вот у нас заходит сюда видите и теперь смотрим как у нас установлена металлическая шестерня мы берем включаем моталку включилась и подводим подводим как можно ближе к нашей шестерне и тогда подводим металлическую шестерню или отодвигаем или подводим ближе к шестерне делаем хорошее зацепление выставляем чтобы наши шестерни попадали хорошо зуб в зуб но и в то же время они чтобы не сильно были придавлены от этого зависит работа моталки вот так вот я беру затягиваю и пробуем смотрим все вполне нормально крутится шестерня садится до конца но и в то же время не передавливает все затягиваем шестерню и затягиваем моталку вот шестерня отключена я нажимаю и вот шестерня пошла крутиться отключается шестерня не касается зубчиков выходит из зацепления все главное выставить правильно ну и вот у нас направляющая для моталки вот две пластины винт и направляющая для нитки вот направляющая для нитки и стойка и вот здесь подпружиненная тарелочка она вот так вот откручивается здесь вот стоит пружинка здесь вот чашечка стоит а вот здесь вот отверстие вот так вот ставим вот так вот пружину и закручиваем вот видите тарелочка подпружинена выставляем так чтобы она была пониже чтобы вот сюда нитка могла заскочить ну и в то же время она чтобы не выскакивала вот сюда вот ставим направляющую а с этой стороны ставим вот так вот отверстие чтобы вот это было с отверстием вот это под тарелочкой они были вот так вот по направлению шли и вот в таком положении зажимаем 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 винт ну вот так вот теперь устанавливаем вот здесь вот у нас отверстие поднимаю чуть-чуть повыше вот так вот до конца чтобы здесь опустилась так выставляем наши вот это вот чтобы отверстие отсюда и здесь чтобы совпадали ну и примерно выставляем отверстие у нас можно второе можно первое выставляем где-то посредине шпульки вот так вот и затягиваем вот этот винт потом когда мы будем уже наматывать шпульку поставим на двигатель машину то тогда можно чтобы подрегулировать нужно вот так вот чуть-чуть туда-сюда подгибать ближе дальше чтобы шпулька равномерно наматывалась потом все это затянуть затягиваем здесь так здесь затянули все здесь тоже все готово заправляю нитку вот сюда и вот так вот завожу опускаю и нитка у меня туда проваливается но в то же время она назад и не выскочит вставляю сюда вот в одно отверстие ну и вставляю вот так вот в последнее отверстие вот так вот перехлестываю ну вот где-то вот так вот будет вот эта пружинка ее можно поджать немножко вверх вот эта пружинка она будет придерживать нитку чтобы нитка более плотно наматывалась теперь я беру шпульку вот сюда в отверстие вот так вот нитку включаю моталку и начинаю мотать и смотрим чтобы у нас нитка ложилась туда-сюда ровно вот я чуть-чуть промотал и теперь можно вот эту нитку взять срезать все и дальше мотаем моталку вот смотрите мотает ровно и плотность тоже нормальная моталку уже должна вот этот отключатель должен подняться и отключить видите все отключилось снимаю шпурку все вот готово теперь берете ставите новую шпурку пустую и также сюда заправляете нитку и включаете моталку все вы будете шить а моталка будет мотать нитку моталку моталки